Всем привет, с вами Виктофон, и сегодня мы поиграем в игру не под названием Blunts TD-6, а эта игра уже называется Blunts TD-X. И я не знаю, X от слова, ну типа римская цифра 10 или просто как буква такая, но суть в том, что эта игра была создана фанатами. Вроде бы даже всего один человек создал эту игру, и сейчас она довольно-таки популярна. В комментариях мне написал один из зрителей, попросил, чтобы я посмотрел, что это вообще за игра, и попробовал заснять. А мне действительно заинтересовало, что это вообще за игра такая. Что ж, фанаты, и в принципе, действительно, я посмотрел на ютюбе, что довольно-таки много зрителей у нее собралось. Перед этим я, конечно, совсем чуть поиграл, у меня 25 уровень, но уровни тут довольно-таки быстро набираются, также как и в Blunts TD-6. То есть я всего пару игр отыграл, и прикол в том, что у нас тут 24 башни, и у них у всех такие как большие ветки прокачки, довольно-таки сложные, и что две общие идут у всех, а потом мы можем идти только по одной ветке. И как вы видите, все вот эти вот открытия стоят определенных каких-то наград, которых у меня 10, кстати, набралось. Давайте тогда сразу же быстренько открою, просто по приколу. Так вот посмотрел, что вот пушки, кстати, давайте посмотрим, какие у вас тут есть башни. Также обычно обезьяны с дротиками, шпилькомет, обезьяны с бумерангом, снайпер, ниндзя, пушка, как этот подводник, я его буду так называть. Вот это на самом деле, я вообще не помню, что это за пушка. Если вы что-то знаете, то можете, пожалуйста, написать в комментариях, что она означает. Сам по себе, что-то... Тогда вроде, когда наводился, было написано, что это за пушка. Ну, в итоге в игре тогда потом сами посмотрим, как она называется. Вот, наверное, клеймётчик. Это ледяная обезьяна обезьяна, это обезьяна флипбустер, это обезьяна инженер. Вот это, я как понял, это обезьяна ас. Вот это я тоже не понял, в чём прикол этой обезьяны. Ой, этого даже строения. Ну, по-моему, она просто всасывает в себя шары и, то есть, так их поглощает. Это обезьяна маг, это алхимик, это обезьяна деревня, это банановая ферма, это пушка обезьяня, вот это вот, это пулемётчик, это шпильками, ой, шиповый завод, это обезьянный вертолётчик. Вот это, кстати, плазма обезьяна. Я вот вообще, как бы, до этого же её тоже не было. Есть супер обезьяна, как обычно. И если так посмотреть, то у нас вот эта обезьяна, это строение и вот строения, они новые. То есть, в самой игре официальной Blonde Std6 таких нету. Может быть, эти обезьяны были в предыдущих версиях, этого я не знаю. Конечно же, также я заметил, что тут нет друида. Друида тут действительно нет. Ну, в принципе, почему бы и нет. То есть, вот такие у нас есть башни. Агенты, это, видимо, те вещи, которые можем закупить, которые нам, по-моему, пригодятся для чего-нибудь. Ну, пока что я не буду это ещё использовать. В принципе, и так нормально. Тут у нас есть боссы. В этой игре действительно есть боссы, которые довольно-таки сложны для прохождения. Как мне писал зритель, чтобы пройти первого босса, надо хотя бы 40 уровень. Но я не знаю, я его не проходил. Поэтому посмотрим. Вот, то есть, вот он как раз-таки. Его локация, это как раз-таки самая первая карта. У него сложность такая низкая. Биг Бали Блун. Надеюсь, правильно прочёл. Так. И то есть, тут действительно очень их много. Я как понял, это всё стадии. 1, 2, 3, 4, 5. Типа 5 стадий всех остальных. Ну да, довольно-таки разные стадии. Из-за них, видите, награды какие-то начисляются. Как я понял, вот этот вот типа звёздочка белая — это опыт. Это вот интересно, кстати. А вот, кстати, какие карты у нас есть. Так. И их как-то очень много, если посмотреть. То есть, видите, прям довольно-таки интересно. И на каждой какие-то разные значки. Может быть, это так сложность описывается, пока что непонятно. Также у нас есть испытания. То есть, если мы ткнём, мы будем пробовать что-то пройти. Может, когда-нибудь даже попробуем. Так. Вот Гуди. Гуди, я, например, я вообще что-то не знаю. Что такое Гуди. Пока что непонятно. Если вы что-то будете знать, то напишите, пожалуйста. Мне будет довольно-таки интересно. Вот. Ой. Что-то я оттыкнул. Есть миссии, видимо. Которые также мы можем пройти, как и испытания. Кредит. Ну, это просто описания всякие. Инфа. Но тут всё на английском. В принципе, ничего прям сложного нету. Что тут рассказывают, что Blonde CDX. Это игра, которая сделана фанатами. Вот именно. Рама в пати. Если вам будет интересно поиграть в эту игру, то я обязательно оставлю ссылку в описании на сайт, где вы можете скачать это абсолютно бесплатно. При этом там довольно-таки часто выходят новые обновления. То есть тут даже проверяйте сайт часто для обновлений. Когда начнёте, у вас будет всего три улучшения. Как бы тир 4 и 5 можно будет открыть в меню башни. То есть игра автоматически сохраняется, когда вы в главном меню. Так. Игра автоматически запускается, когда вы начинаете. Горячие клавиши для улучшений. Это Z, X, and C. Ой. Я на английский аж перешёл. И C. Горячие клавиши для башен. Это от 0 до 9. От Q до P. Н. Да блин, опять. Меченский. Ну вот, короче, клавиши. Это, видимо, чтобы мы могли быстро использовать какие-то башни. Так. Также тут можно получать больше очков, усложнять себе игру. В принципе, интересно. Также запомните часто. Часто, короче, проверяйте обновления. Вдруг что-то будет новое. Так. Как это теперь закрыть? Сложно. При этом тут какой-то... Есть ещё штука, которую я не понимаю, что на себя представляет. Может, когда-нибудь мы узнаем. А вот медали. Может, у нас нет ни одной медали? О, нет, есть. Это вот я прошёл до 90 уровня одну карту. Это, кстати, было вообще не сложно. То есть, я поставил всё, что только можно. И давайте как раз попробуем. Ну, мы, наверное, выберем только первую карту. У нас их очень много. Так. Вот это я пока не очень понимаю, что это такое. Может, это усложнения какие-то. Но мы выберем просто нормал. Также тут есть модификации, которые как бы усложнят нашу игру каким-либо способом. Но при этом мы будем получать больше очков. То есть, например, всего шесть видов башен. То есть, рандомные башни. И, может быть, когда-нибудь даже проверим, что это такое. Также тут есть песочница. Но мы, наверное, просто сейчас пока что начнём. При этом я вам могу сказать, что игра довольно-таки громкая. Мы сейчас вот ставим обычную обезьяну. Включим автоматическую начало следующих раундов. И тут можно делать ускорение аж на три раза. И я вам, наверное, сейчас вот как раз-таки скажу, что игра действительно громкая в том плане, что для вас, наверное, нормально. Вы слышите только музыку слегка. Я вам скажу, у меня эта игра орёт. Ой, прикольная такая музычка. Прикольно. Там было написано, что до 25 саундтреков было написано к этой игре. Так, давайте немного улучшим нашу обычную бизон с дротиками. И у меня включена игра всего на 1%. 1% из 10. То есть у меня полностью система работает на 10%, и у меня как раз-таки нормально. А эту игру я аж поставил на 1%, и при этом она у меня орёт. И я сейчас как раз включил музыку, чтобы её послушать. А сами звуки стрельбы обезьянта тоже есть, но они, наверное, будут почти не слышны из-за песни. И я, если честно, не против этому. Потому что звуки тут прям вообще... Некоторые слишком громкие, как по мне. То есть тут прям... Некоторые, знаете... Так как ещё понятно, что человек сам создаёт это очень сложно, он уже большой молодец. Игра действительно очень хорошая получается. Но я бы хотел, знаете, чтобы были регуляторы громкости игровой, ну и также музыки. Потому что тут если открыть шестерёнку, тут можно музыку выключить. А ещё какой-то вот эта вот штука. Я не знаю, для чего она нужна. Если вы знаете, то уже так же напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать, для чего она нужна. Ну, лучше уж оставлю музыку. Потому что некоторые звуки от башен издаются очень такие громкие. И очень странный звук у них. Вот здесь, кстати, у нас показываются, какие шары пойдут в следующем раунде. То есть вот в девятом раунде у нас будет жёлтые такие шары. Хотя, может быть, не только они будут. Потому что я не знаю, как это полностью работает. Тут у нас есть усиления, похоже, какие-то. Я однажды купил вот эти две штуки. Пашики вообще. Реально. То есть я хотел просто... Ну, просто открыл какую-то менюшку. И там вот были они. Это Квалан, попробую тыкнуть. Так, давайте прокачаем, чтобы наш абзен с дротиками сразу же три дротика кидало. Также мы можем сделать Two Handled Dart Monkey Cost Less in Range. Типа у него увеличивается радиус атаки. Он, похоже, двумя руками стреляет. Или я чуть не понимаю. Давайте пробуем купить. Да, даже, знаете, просто в две линии идут у него стрельба. В принципе, прикольно, нормально. То есть поначалу всё должно быть нормально. Единственное, что я могу сказать, мне музыка реально нравится. Её прям что-то вообще прикольное такое. Я просто когда первый раз играл, я был без музыки. И просто с звуками игры, чтобы проверить, как это будет. И если будет регулятора, то будет вообще классно. То есть я, конечно, слегка слышу, как пробиваются наши шары. И всё. Совсем чуть-чуть. Вот так. Давайте что-нибудь посмотрим, что у нас тут ещё есть. Вот. Давайте я хочу проверить плазму абзену. Тем более, что мы, как бы, по крайней мере, я не видел до этого никогда такую абзену. И хочу посмотреть, на что она вообще способна. Давайте её прям с самое начало поставим. Так. Нормально. Так-то пока бьёт вроде бы. Вот здесь, я как заметил, у нас отображается, сколько шаров мы всего пробили. Ну, пока что не отображается, сколько шаров пробило определённое обезьяна или строение. Может, когда-нибудь они это добавят. Пока я бы не сказал, что это прям такая необходимость. И этой статистики тоже хватает. Так что тут мы можем поставить шипы за 30 долларов, которые будут защищать на всех случаях. Можем даже вот здесь поставить чуть-чуть. Я не знаю, как тут убрать. О, я смог. И ещё типа бомбы. Ананасы. Я не знаю. Да, реально бомба. Так. Ну, сейчас вот у нас тут есть как запасной защита, если что. Так. Давайте прокачаем ему плазму. Да, вроде всё прокачалось. И должно быть тогда всё хорошо. Если вам понравится эта игра и вы захотите увидеть продолжение этой игры на моём канале, то обязательно пишите в комментариях. Я к вам прислушаюсь, постараюсь поснимать, посмотреть, потому что боссы действительно интересно, что в них такого. Насколько они сильны. И когда мне зритель написал про эту игру, он также написал несколько советов. И когда он мне написал про прохождение, чтобы я прошёл эту игру, он сказал, что ну, где-то серии 50 надо будет отснять. Я такой, как это 50? Что, настолько много контента в этой игре. Видимо, может быть, да. И плюсом то, что столько обновлений часто выходит. Единственное, что надо будет как-нибудь проследить, чтобы при скачивании обновления твои данные сохранились. Это, наверное, несложно будет сделать. Даже, наверное, на официальном сайте этого человека, который создаёт эту игру, будет, если уже не написана эта инструкция. Потому что она, в принципе, была бы логична и очень полезна для многих людей. Поэтому всё должно быть нормально. Тем временем мы немного накопили уже денег. У нас 2500 бананов. Хотя они тут выглядят как бумеранги, правда? И пока что у нас 200 жизней. Так, давайте ещё немного плазм прокачаем. Так, и у нас тут открылось, что теперь мы можем качать одну из трёх веток. Radiation, типа радиация, шары получает большой домашний, ой, дамаг. Урон со временем, типа. Solar flares. Типа солнечная. Чё-то солнечная. Наносит большое количество урона и Blunt Drain. Получает деньги из шаров. Слушайте, может, это прокачаем? Посмотрим. Для начала это почему бы нет? Реально, кстати. А из-за того, что мы ещё её поставили самое начало, посмотрите, сколько денег нам даётся. Ого! То есть, если до этого нам давались только в конце, сейчас мы на протяжении всего раунда получаем. И причём хорошие деньги, я бы сказал. То есть, прям не зря я её поставил. Дальше, к сожалению, я пока что прокачать не смогу, потому что у нас заблокировано. А для того, чтобы разблокировать, надо проходить определённые этапы на карту. То есть, там что-то сороковой, шестидесятый, семидесятый, там вот сотый. Там какие-то есть юбилейные позиции, на которых всё определённое даётся. Также мне интересно, на 26 уровне у нас он скоро уже будет, дадут ли нам что-то. потому что всё-таки интересно что-нибудь получить. Так, я бы хотел поставить Абзену Аса. Да, реально, прям та же самая. И единственное, что я тоже заметил, что здесь, похоже, ей нельзя пока менять направление. То есть, вот как она летит знаком бесконечности, так и будет. Так, чтобы здесь прокачать. тут написано, что они, похоже, имеют автонаведение, что они будут сами стрелять. А здесь это очень много самих этих, как это, очень много дартсов, как, я забыл, как говорить слова, английский меня путает. Но если посмотреть, как по обычному блундс дд6, то вот это вот never miss дартс, это нижняя прокачка. Третья, operation darts storm, это верхняя прокачка. А getling gun, это, наверное, посередине которой. Я пока что хочу, наверное, на нижнюю пойти. Да, то есть, они теперь нацелены. В принципе, неплохо. Я бы не против такого. Единственное, что у нас 35-й раунд, а муабы тут, наверное, идут так же обычно. Поэтому я бы, наверное, поставил пушку. Сюда бы, наверное, хотя бы. Посмотрим, на что она будет способна. Так, вот сюда. Да, действительно, то есть, тут прям даже некоторое улучшение совершенно совпадают с Blooms TD 6. В принципе, очень интересно. Я бы, мне даже стало интересно узнать, как давно человек создает эту игру. Потому что получилось довольно-таки действительно неплохо. В том, что я сам, как бы, учусь на программиста, и мне, как бы, тоже надо будет что-то создавать, и у нас дипломная работа будет, что там даже можно игры создать, в принципе. Поэтому, если будет прям что-то интересное, то почему бы не придумать что-то такое? Ну, не прям такое, а вообще имею в виду, что игра. Так, хочу поставить какую-то водную обезьяну, а тут есть-то, ну, то есть, тут нет квадратика, куда расставлять? Это вода, как по мне. А, то есть, вот я ее спокойно сюда поставил, то есть, несмотря на то, что тут нету квадратиков на воде, они все равно отображаются. Ой-ой-ой, сколько шаров-то у нас пошло. Единственное, что мне сейчас интересует, это как сделать так, чтобы тут босс появился. Может быть, мы его победим? Я вот не знаю, как тут пущется, но мне так кажется, что мы довольно-таки сильные на данный момент уже, в принципе. Так, опять же, таки повторяю, пожалуйста, пишите комментарии, если вам будет интересно посмотреть продолжение. И, кстати, мы дошли до того момента, где очень четко слышно, как пробивают дротики. О, дротики я вспомнил, офигеть. То есть, что действительно очень четко стал слышен звук всего этого. Да, прям очень громко. Даже иногда у меня музыку полностью заглушает, поэтому посмотрим потом, что-то как у нас все будет. Вот, мабы пошли. А, так у нас уже 45-й уровень раунд, точнее. Тогда все вообще логично в этом плане. Сюда бы я шиповый завод поставил. Немного бы попрокачивал. Что-то у нас так денег много, на удивление, я в шоке. Так. Может, давайте тогда поставим ферму какую-нибудь банановую. я, я, конечно, их еще не ставил. Так. Только мне интересно, типа, они сами собираются? Так, дает больше денег, дает 20 бананов за раунд. О, дает плюс одну жизнь за банан. давайте это поставим. Посмотрим, как это будет работать. А, вот сейчас, кстати, обычный мог пошел. Тогда был какой-то, видимо, небольшой. Да, реально, кстати, посмотрите, дает больше жизни. Может, так несколько поставим? Вот таких вот 4 бананов фирмы. В принципе, деньги нам позволяют. И будем так копить хп. Я надеюсь, что они не пропадают. Хотя, кто их знает. В любом случае, это ведь и деньги. То есть, мы сейчас будем прям нормально получать. У нас уже 263 хп. Ну, и тем временем, кстати, у нас 27-й раунд. А, еще даже и не поздравили толком с ним. Ну, да, ладно. Я думал, что что-то да, будет все равно. Так, тем временем, кстати, у нас небольшие-то проблемы появляются. Поэтому надо бы что-нибудь ставить. Я поставил сюда супер обезьяну и постепенно бы начал ее прокачивать. Потому что проблемы у нас есть. Я как понял, это были только комфлированные шары. Так, может, давайте вставим сюда обезьян деревню. Так, она на всех работает. Ага, то есть это увеличило пробивную способность и скорость только что прокачки, которые я сделал. Ну, со звуком реально. То есть игра действительно классная, очень проработанная. Ну, сделали бы они, чтобы можно было регулировать звук. или сделал один человек. Если это один человек сделан, то он вообще герой просто. Действительно восхищаюсь. Так, ну, здесь я поставил двойную эффективность от башни. А сейчас точнее деревню. Сейчас я еще одну деревню поставлю. И сделаю так, чтобы все объявлены по видимости видели камуфляж. Так-то почему бы нет? жалко, что единственное, что я пока дальше не могу никого ставить. Точнее, как, не могу прокачивать уже готовых обезьян, которых я поставил дальше, потому что пока что заблокировано, надо проходить больше уровней. Это такая игровая механика, она, в принципе, где им место быть, и это нормально. Поэтому посмотрим. ого, какой-то дирижабль странный. Даже немного не понимаю, как он выглядит. Мне что-то немного интересно про эту плазму обезьяну, потому что она что-то только что так далеко стреляла. То есть она стреляла, но прикол в том, что ее пули как бы не долетали. И это нормально или нет? Так. Пускай будет у нас робо-обезьяна. Точнее, как типа обезьян-терминатор, какой-то. О! Видите? 60-я волна пройдена, и нам дали вот три таких балла за улучшение и 90 манки долларов для прокачки. что, как мне кажется, очень даже здорово. Так. Давайте поставим сюда вертолет. Мне только вот интересно как сделать так, чтобы вертолет сам летел. Тут есть такое? блин, это не та прокачка. Ладно, пускай пока у нас так он будет летать. В принципе, нормально он пока. Вот, кстати, алхимик. Ой, и сколько тут? шаров-то у нас пошло опасно. Кстати, блум чиппер это так называется. Давайте попробуем поставить, посмотрим. Я, по-моему, тогда переводил, но что-то я сейчас немного забыл, как она переводится. Ну, да ладно. Невелика потеря. Ну, единственное, что радует, что действительно, если вы играли в Blonde с ТД, то у вас не будет сложности с тем, чтобы понять, что тут происходит. То есть, это все очень понятно. Ой-ой, бананы, я что-то забыл про них. Надеюсь, что они тут недавно стоят. Может, там дальше будет какой-то автосборщик, чтобы я не забывал все время про них. Так. Так, теперь у нас всякие муавы уже идут. А это, кстати, очень опасно, потому что что-то нам довольно-таки тяжело сейчас с ними справляться. У нас 10 тысяч, чтобы нам поставить. я поставил мага вот сюда и сделал бы ему чтобы он огнем стрелял. Ой, кстати, тут что-то опасно. Фух, он повысили свой ранг. Вот, давайте сейчас алхимика еще прокачаем. Так, вроде бы как раз-таки вот это будет прокачка, которую я сделал улучшать других обезьян, то есть их усиливать. А это нам как раз-таки в принципе надо. Обязательно я тут сейчас ставлю всех возле деревень, потому что у нас тут прям две крутых деревни, которые сильно улучшают всех и это будет очень полезно, что все в одном месте и усиливаются. Так, жалко, что до воды конечно не достают. Можно провод чардж тауэр поставить так туда тыкал еще немного да блин что-то вкачал, не знаю что выйдет ой-ой-ой что мне вертолет не летал или я что-то не то сделал. Ну в принципе у нас там действительно сейчас место прям хорошо защищенное ну конечно банановые фермы такие для начала игры наверное самое то потому что например у нас сейчас 901 хп но если мы пропустим хоть один нуап какой-либо то мы все мы проиграли потому что они сейчас наверное носят тысячи урона если не больше то будет сложно я бы сюда еще одну поставил суперобезьяну и прокачал бы ее теперь уже на середину так и опять что-то с мушкой не понимаю в любом случае мы пока идем нормально с этим фиолетовыми штуками справляемся это то ли муап то ли еще что-то пока как-то так сразу и не скажешь на что это больше похоже так аж три красных муава фигеть кстати маг так хорошо прям пламенем стреляет я надеюсь он и наносит хорошо урона очень правда надеюсь так хотели еще одну обезьяну надеюсь мы и будем так продолжать дальше что в принципе пока что у нас все идет довольно таки хорошо спокойно 1000 хп у нас уже и 28 уровень то есть вот за вот эту игру мы уже повысили себе 3 уровня причем так довольно таки спокойно нет прям каких-либо сложностей так кого бы кого бы еще поставить давайте вот эту обезьяну сюда вот поставим чтобы он наносил дополнительный урон так что-то сделал ой 75 волна преодолена нам еще дали награду это очень круто это очень радует вот я бы кстати вот здесь поставил несколько пушек сейчас я тут курсор найду что-то курсор теряется вот из-за того что тут что-то очень много в игре происходит так и так делать и вот так чтобы они именно с муабами хорошо всеми тут справлялись чтобы пока шли уже урон какой-то носился только тут единственный щит а что-то мап его не пробивали я не знаю кто должен его пробивать то вообще в принципе я продал естественно эту башню она мне только глазам изолит потому что из-за нее я постоянно теряюсь так ой ускоренные башни ой башни хотел сказать муабы ну что-то это место немного бесполезное слушайте я вот эту вот еще эту прокачать и может быть пока что этого хватит я сфокусируюсь на том чтобы сейчас проверю чтобы поставить вот сюда пушки сюда же вот мы можем вот так сделать и в принципе они как раз все тоже хватают и тут будут очень сильно пробивать по муабу пускай все это делают а то как бы опасно у нас тут уже становится красный муабы довольно-таки далеко проходит к счастью пока у нас все справляются ну и тем временем у нас уже 79 раунд как-никак поэтому нормально что игра усложняется а если посмотреть на этот шиповый завод то по ощущениям как будто а нет в принципе тут не бесконечные шипы то есть они тратятся некоторые пропадают новые появляются ну нормально так-то так покачал все вот вот этих вот муабов наверное пока нам хватит которых вот я поставил мы сейчас еще одну прокачаем будем ставить еще что-то другое 1300 хп я в шоке нормально так-то блин зеленый муаб что-то опасно пока что плохо пробиваем но тут у нас основная мощь так ну че ну че фух прошли причем более-менее нормально более-менее конечно можно и получше но что поделать зато с этими кстати нормально справляться начали нету таких сложностей а вот вот это она только направляется или нет так я бы хотел гидроракеты прокачать посмотреть на что они способны зато с красными посмотрите как мы с красными нормально сейчас справляемся то есть они подходить то толком не успевают это очень круто так гидроракеты вот щиты кто щиты эти сбивает лучник верно лучник ну просто они нам действительно очень все портят и вот нашему даже пулеметчику сейчас тяжело в том плане что он ну толком ничего не наносит потому что эти щиты он не сносит так так вот еще одна такая ну сейчас с пулеметчиком лучше ему урон нанесем да ну кстати заметно лучше стало но только единственное что когда мы его уничтожаем действительно пролагивает довольно-таки опять он мы только тебя уничтожили может хватит я прокачаться не успеваю так кого бы нам тут еще параллельно поставить можно сюда еще одну обычную супер обезьяну а нам не хватает денег ну ничего страшного так но купим быстренько и может быть они как раз будут нормально щиты сносить или же это действительно делает снайпер слишком сложно слишком непонятно я бы сказал так прям сейчас очень много шаров стало идти туда же какие-то кирпичные есть то есть это они даже покруче керамических то есть только после кирпича у них вылазит керамика прикольно с одной стороны так вот опять этот вот щитом и кто ему этот щит пропьет может быть это щит от огня начнем огне щит который сбивает огонь потому что только что как будто вот знаете он приблизился к огню и ему прям плохо стало а нам то что мы поставим вроде не прям уж так и дорого а если это действительно очень полезно то все будет вообще замечательно так сразу проявляем этот мап не даем покоя с эти бананы постоянно про эти бананы забываем так блин сразу же опять новый пошел и здесь как я понял кстати конечная волна это не 80 а 90 то есть тогда когда я прошел 90 раунд у нас началась вольная игра так ну давайте тогда продолжим то есть у нас тут новая появилась все ой как полетели так я надеюсь что у вас по звуку все нормально что у вас не так орет просто мне реально очень громко так но мы еще довольно-таки в самом начале хорошо пробиваем хотя основная мощь у нас все дальше находится и это меня очень радует что мы можем более-менее начальное пробить в самом начале а дальше уже все добить я хотел порой дойти до сотого уровня не знаю дают ли тут что-то за это но в любом случае было прикольно так я поставил бы еще две плазмы ой кстати что-то я похоже вру что хотел бы я что-то сделать потому что мы навряд ли доживем теперь я что-то уже не очень в это верю так как тут очень много муавов шаров блин вот вы понимаете вы даже банановый фирм нас не спасли игра кстати автоматически прям нас выкидывает не дает посмотреть итоговые статистики ну да ладно ничего прям такого так вот нам кстати дали еще одну один кубок медаль называется и давайте что-нибудь прокачаем может быть чтобы нам тут было очень полезно так 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 наверное я прокачал бы вот эту пушку до конца а надо еще 45 ранг то есть тут еще определенное ограничение это думал так а может обычную бену даже на этого не хватает да как так а маг а на маг одного ранга не хватает заидевательство может снайпер ой снайпер блин ниндзя или шпилькомет а шпилькомет я уже все сделал плазма плазма не хватает этого не хватает клеммечка не хочу пока что может ферму давайте обычной очень деревне прокачаем которой нам не хватает если что-то мне интересно то это все так вот снайперу действительно было бы очень полезно поэтому нормально нормально все я не против такого лойер с лардж эре поэтому довольно таки интересная игра мне бы хотелось попробовать продолжить играть в нее но в основном все зависит действительно от вас если вам понравится эта игра то я конечно же продолжу в ней играть а если нет то вы а так надеюсь вам понравилось это видео с вами был диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и всем пока пока Продолжение следует...